Два двора в районе аэропорта и два двора в центре Ухты. Совсем скоро эти объекты приведут в порядок по проекту формирования комфортной городской среды. Преображение стало возможным при участии активных жителей. Еще одна ступенька в развитии города, а значит качество исполнения во главе угла. Первое, что мы перспективовали, это комфортная среда. Мы заехали на два адреса, где по комфортной среде мы делаем дворовые территории. Работая, он частично, конечно, остался доволен. Да и я сам тоже вижу, что там есть кое-какие недоделки, которые мы устраним, естественно. Эти работы не приняты, поэтому пока все недостатки не будут устранены, эти работы не будут оплачены. Следующая остановка – набережная газовиков. Проект реализуется в рамках программы социального партнерства с газовиками. Здесь вовсю работает техника, сроки работ небольшие, а успеть нужно много. Оборудовать роллерные велодорожки, провести коррекцию озеленения и создать безбарьерную инфраструктуру. Набережная газовиков – это масштабный проект. Ее протяженность 2 километра, а стоимость больше полумиллиарда рублей. Главная идея парка – непрерывность. С той стороны реки построят пешеходные дорожки, а пересечение с автомобильными путями будет минимальным. Все для людей. Работы уже начались, а закончат проект уже в 2019 году. Короткая инспекция и снова в путь. Для ухтинцев в этот день произошло радостное и долгожданное событие. Заново открылась Яблоневая аллея. Она была создана 30 лет назад горожанами-энтузиастами, затем много лет была в запустении, вот теперь ее восстановили. Уже, наверное, и без нас дали старт этой замечательной аллеи, но ее принимаем с вами в законченном виде. Мне очень приятно, как руководителю республики, с тем, что в нашем любимом городе Ухте есть неравнодушные к судьбе этого города, к его благоустроенности, внешнему виду и, конечно же, комфорту тех, кто живет в этом городе. Социальный партнер в этом проекте – Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. На аллее посадили около сотни деревьев и кустарников. В акции приняли участие не только первые лица республики и города, но и ветераны-производственники. Валентина Яковлевна, например, ровесница Ухтинского НПЗ. Для меня эта аллея – радость, что в городе нашем такие открываются уголки для отдыха, для горожан, что делается много для людей, для молодежи, что у них есть где отдохнуть, есть где отдохнуть нам, преклонного возраста людям. Поэтому я, вы знаете, открыла глаза широко, что как можно за такой маленький промежуток времени сделать такую красоту. Глава посетил и Ухтинский технический лицей имени Рассохина. В прошлом году он вошел в топ-100 лучших российских школ по профильным направлениям. Учебное заведение оснащено по последнему слову техники и обновление продолжается. Сергей Гапликов провел небольшой урок и напомнил лицеистам, что время – их основной ресурс. И чтобы реализовать свой потенциал, нужно дорожить каждой минутой. Я сейчас наверстываю топ и я прикладываю дополнительные колоссальные усилия, которые тогда мне бы дались. Если вы сейчас не поймете, что у вас нет времени, и вы будете время растрачивать, вы его никогда не наверстаете. Поверьте мне. Вот если вы себя почувствуете, может, вам не нравится, но я хочу, чтобы вы его понимали. Если вы будете ботаниками, и каждую секунду будете заниматься делом, у вас на пустоту и на всякую ерунду времени не останется. Еще один пункт программы – открытие музея, посвященного истории добычи нефти. Этот проект своему 25-летию реализовала одна из нефтяных компаний. Экспозиция интерактивная, здесь же образцы черного золота из разных месторождений нашей земли и наглядная демонстрация разности их свойств. В первой клубе у нас нефть даже не смотанно, что перезиняется. Руководители региона продемонстрировали и систему диспетчерского контроля магистральных нефтепроводов. Она позволяет централизованно обрабатывать 32 тысячи сигналов. Завершился визит на позитивной ноте. В городском Доме культуры чествовали заслуженных работников нефтяной отрасли. Евгений Стоккас, Павел Люлянмин, телеканал Юрган. Ухта!